Дом на Ратушной площади, в котором находится ресторан «Тройка», не будет возвращен прежнему собственнику. Таково решение Государственного суда в этом сложном и принципиальном для всей страны имущественном споре. Решение Государственного суда, как отметила вице-мэр Таллина Эхавир, имеет принципиальное значение, поскольку кладет конец спорам об имуществе немцев, уехавших из Эстонии в Германию по призыву Третьего Рейха. По предвоенной переписи населения в Эстонии проживало 16 346 немцев, они составляли полтора процента населения страны. Согласно договору 1939 года и секретным пактам к нему, между СССР и Германией советское правительство обязалось не препятствовать немецким гражданам переселиться в Германию или в сферы германских интересов. Более того, большинство немцев получили компенсации за утраченное жилье. Однако после восстановления независимости Эстонии многие из них захотели получить свою недвижимость обратно. Однако сегодня Госсуд подтвердил, что решение не возвращать здание на Радушной площади 15 и соответствующий участок земли обосновано, поскольку закон не предусматривает возвращение имущества добровольному переселенцу, получившему к тому же еще и компенсацию за него от Германии. Архивные документы подтвердили, что назначенная за это имущество компенсация была выплачена, причем даже вместе с процентами. И подобных споров Таллинн вел множество, например, по поводу недвижимости на том поезде, на улицах Каупмехе, Кентмане, Нилай. Словом, те, кто хорошо знает столицу, понимают, что речь идет о самых лакомых местах центра города. Однако, несмотря на решение высшей судебной инстанции, государство не произвело никаких изменений в регуляции возврата имущества и даже не создало возможности промерки, выплачивалось ли за это имущество компенсация от Германии. Не решило правительство и такие существенные вопросы реформы собственности, как судьба дома Черноголовых и церкви Нигулисты. Все время сбора доказательств легло на город, причем общегородской опрос показал, что горожане категорически против возвращения подобного имущества прежним владельцам, например, братства Черноголовых. Сегодняшнее судебное решение еще раз показало, что в данном случае закон оказался на стороне города и горожан.